Библейский портал экзегет.ру представляет В восьмой главе второго послания Коринфянам, мы читаем его в рамках проекта «Экзегет», речь шла про сбор пожертвований для христиан Иерусалима и окрестностей, которые Павел проводит в церквах поместных в общинах Ахаи и Македонии. И Коринф – это центр провинции Ахаи, поэтому он ожидает от этого богатого города каких-то особых сборов. Вот девятая глава посвящена фандрейзингу, говоря современным языком. Или, как сегодня называется, краудфандингу, когда собираются средства с простых людей, а не с каких-то особых меценатов, благотворителей и так далее. Но вот Павлу нужно убедить коринфянам, чтобы они были щедры в своих пожертвованиях. Он может давить авторитетом, но он явно не хочет этого делать. Он может заниматься какой-то демагогией. Но давайте посмотрим, это блестящий образец риторического искусства. Вот конкретная цель – уговорить коринфян на добровольные, добровольные, подчеркиваю, пожертвования. «Впрочем, излишне для меня писать вам о служении святым. Я же знаю ваше усердие, ради которого я и хвалился вами, предмакедонинами. Молохая была готова еще в прошлом году, так что ваше рвение передалось многим». Вот он говорит, «Вы – моя визитная карточка». Как всегда он это делает в этом послании. «Я хвалился вами в Македонии. Я говорил, какие вы молодцы, но неужели вы теперь меня подведете? Вы – из провинции Ахайя». Итак, я послал этих братьев. Он в восьмой главе упоминал двух людей, которые вместе с Титом будут представлять вот эти вот местные общины именно в Коринфе, горизонтальные связи между общинами. «Я послал этих братьев, и пусть на деле не выйдет так, что мы зря вами хвалились. Как я говорил, вам надо приготовиться, а не то, когда к вам придут вместе со мной македонин, и они обнаружат вашу неготовность, и будет нам стыдно, забыла уверенность в той похвалении, говоря уже о вас». То есть он имеет в виду, давайте, ребята, собирайте уже денежки, чтобы когда придут, вы были готовы. А то придут, у вас ничего нету, и как-то неловко выйдет. Я вам рассказывал македонинам, Ахайя-то еще в прошлом году начала сбор пожертвований, восьмой главе он это уже упоминал. Поэтому еще необходимо убедить братьев заранее отправиться к вам и все устроить, чтобы благословенные дары были уже приготовлены, как было обещано, именно как дары, а не как поборы. Тоже очень важный принцип. Он не давит, не собирает, как налоги собирают. Если не заплатишь штраф, полиция придет, налоговая накажет. А вот именно, что это возможность добровольно поделиться. Но он убеждает, убеждает, убеждает разными способами. Неловко выйдет, если придут представители церкви, а вас ничего нет. «Кто сеет скупо, пожнет скупой урожай. А кто сеет с благословением, урожай этого будет благословенным». Он не говорит «щедро». Он заменяет это слово «благословенным». И вот это важно, что он уже уравнивает щедрость с благословением. «Словом, каждый по расположению сердца, без печали и не по принуждению. Ибо кто дает с радостью, того любит Бог». Цитата из книги-притчей в греческом переводе. «Бог властен даровать вам всякую благодать в изобилии, чтобы везде и всегда вы имели все потребное в изобилии на всякое дело. Как написано, он расточил, раздал нищим, и праведность его пребывает вовек». Из Псалма цитата. То есть вот он подтверждает и ветхозаветными текстами эту свою мысль, что надо делиться, надо быть щедрым. «Тот, кто подает семя сеятелю и хлеб в пищу, и вам подаст, что сеять, и взрастит всходы вашей праведности. Всем вы будете богаты и во всем щедры, и за вас люди будут благодарить Бога. Ваше участие в этом служении общему делу не только восполнит нужды святых, но и во многих умножит благодарение Богу. Люди прославят Богу, тогда это служение подтвердит ваше послушание и Евангелие Христово, которое вы исповедуете, щедро делясь с ними и с остальными». Ну, то есть то, что вы щедры, это, во-первых, потому что иначе будет неудобно перед представителями других общин. Во-вторых, потому что если щедро сеять, то и урожай будет щедрым или благословленным, то есть благословляя других христиан, вы сами получаете благословение. Это не только слова, но и материальные взносы. И, наконец, самое главное, что когда вы щедры, другие люди славят Бога. Вот один из мотивов поведения христианина – «Пусть люди, глядя на тебя, славят Бога». Не пусть они думают, ой, какие эти христиане скучные, как они надоели всем, как они уже нас достали со своим занудством, а пусть они смотрят и говорят, да, надо же, какие люди есть, удивительные. Хорошо, что у Бога такие люди. Люди прославят Бога, тогда это служение подтвердит ваше послушание Евангелию Христову. То есть, ну, вы приняли Евангелие, да, вы ему верны. А в чем это выражается? Если вы делитесь с другими, это уже подтверждение, это уже какое-то практическое исповедание Евангелия, а не только теоретическое умствование на его тему. А вас станут молиться. К вам устремятся ради изобильной благодати Божией, явленной на вас, благодарения Богу за его неописуемый дар. И вот он уже завершает так, что, наверное, Коринфянам надо будет, ну, последними какими-то упрямцами, чтобы ему сказать, да нет, Павел, мы ничего не дадим. Вот он прекрасный оратор, еще раз скажу. И он, смотрите, он не принуждает, но убеждает он очень серьезными аргументами, да. Вместо того, чтобы сказать, я ваш основатель вашей общины, ну, и все, я вам приказываю немедленно сделать и так, и так, он привозит такие аргументы, которые отвергнет разве что самый-самый упрямый и неблагодарный человек. И, судя по всему, Коринфяне такими людьми не оказались. Ну, а в 10 главе внезапно меняется тема, и мы об этом поговорим в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok